В Твери прошло очередное заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Это коллегиальный орган, в который входит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, региональная торгово-промышленная палата, общественная организация, представляющая интересы коммерсантов, юристы и СМИ. В понедельник в онлайн-формате были рассмотрены два вопроса. Один касался рейдерского захвата при полном бездействии органов власти. А во втором случае предприниматель был вынужден спасаться от незаконного уголовного преследования за границей. По словам Антона Стамплевского, в последнем случае удалось включить этого бизнесмена в список лиц, которые при гарантии объективного рассмотрения дела готовы вернуться на родину. А по делу попытки завладения чужим имуществом Центр общественных процедур смог доказать криминальный характер всей этой истории. Таким образом внесена очередная лепта в дело защиты бизнеса. В нашей практике не только это дела уголовные или рейдерства, но и обращения, связанные с незаконным содержанием предпринимателей под стражей. Благодаря вашему каналу, который освещал и в 2017-2018 году эту работу, многие предприниматели вышли на свободу. И Центр общественных процедур свою работу продолжает. И в 2021 году продолжат не только по уголовным делам, но и по делам административного давления на бизнес.